Шавхал, абсолютный рекордсмен, вот за швару недели. Для меня он котенок, мне кажется, будет, которого я затаскаю. У меня сейчас человек, ну, неприятен. Тебе в отель приезжали и что-то там спросить пытались? Ну, я думаю, что Шавхалу, ему просто некуда себе деваться. А как ты реагировал, значит, на историю Шавхала и Персова? Либо он себя закопает, значит, либо как-то попытается вырыгнуть. Друзья, всем привет, меня зовут Ярослав Степанов, и в этом видео мы говорим с одним из двух представителей школы Александра Шлеменко, которые дерутся на ютубе. В начале сентября Артем Роффль должен стать первым соперником Шавхала-Чурчаева после того самого скандала. Поединок пройдет в организации «Наше дело», и тут мы с Артемом проговорим, уверен ли он на 100%, что ничего не сорвется, и какие у них с Шавхалом взаимоотношения сейчас. Ведь раньше было довольно напряженно. Разворачиваюсь спиной, получаю там несколько ударов. Ну и, естественно, разберем недавние камни в огород школы Шлеменко. Бросали их Алексей Кунченко и Иван Штырков. Одному из вышеперечисленных Роффль в прошлом году сломал ногу. Не намеренно. В общем, будет интересно, как и в большинстве случаев на нашем канале, поэтому подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Всем приятного просмотра. Из последнего, да, сейчас с твоим участием распространилась новость о подписании контракта с обеих сторон на твой бой с Шавхалом Чурчаевым. И вот интересно, есть ли у тебя внутренняя уверенность, что бой состоится? Ну, сейчас, скажем, днем все уверенности больше и больше, потому что Шавхал посетил все медиа-дни, все конференции, все соблюдено. Сегодня я узнал, в каком весе будет происходить бой. Договорились на 80 килограмм. Как бы команда Шавхала настроена на бой, все дают для этого, все поводы, чтобы ответственно готовиться и подходить реально к поединку. Я думаю, им нет смысла сбегать там, что-то какие-то там опять шоу устраивать. Если все у них пойдет по плану, им надо драться, у них сейчас нет вариантов, кроме как выходить и драться. Ты говоришь, сейчас бой будет 80 килограммов, а кто стал инициатором того, что вот именно 80? Их сторона. Я как бы предлагал 82 килограмма, но вот они принципиально вытолкали вес 80 килограмм. А ты еще больше хотел? Ну, изначально на 82 договаривались, да, там, ну, меня озвучивали 80, 82. Я говорю, что мало времени осталось, месяц остался до поединка, мы собрались браться или вес гоняли. Давайте, ну, оптимальный вес сделаем, лучше бой покажем, чем, зачем вы хотите посмотреть, как я вес гоняю или как я дерусь. А ты же вообще выступаешь в 7,7, то есть почему тебе вот было принципиально, что-то даже больше 80? Ну, не то, что принципиально, ну, и вот последняя весогонка тяжелая была в 7,7, прям такая. И уже посмотрел в сторону 84 килограмм, и не знаю, как бы хотел, как бы 80 еще нормально, вот я последний раз дрался в 80, с Ахадом Тураевым нормально себя чувствовал, нормально согнал. Ну, в 77 последний бой дрался, ну, что-то тяжело прям было, уже не хочется тебя чувствовать, знаешь, какие-то больные мои, не мажорным там, по 15 килограмм гоняет, ну, думаю, что это не про спорт, как бы, ну, может быть, это профессиональный спорт, но есть примеры того, вот Александра Шлеменко, есть примеры ребят с команды, кто весит там 92-92 килограмма, 84, хороший результат показывают, и это ничего их не останавливает. Лучше поднабрать, ну, я рассматриваю, в сторону лучше поднабрать побольше, чем гонять в 7,7. Вишня тоже такого, что там у нас писала категория 82 килограмма или еще что-то. Есть 84 и 77, но если бы играть в 7,7, 84, я бы попробовал 84. Если есть кайповые бои, как с Шавхалом там или еще с кем-то, то можно, как бы, договариваться 80-82, в принципе. Может, просто времени не так много, что подготовку, в принципе, было, потому что соперник такой, грубо говоря, скользкий, непонятно, кто там, кто здесь, как бы, много инфоповодов было по данному персонажу, поэтому, не знаю, посмотрим, но я уверен в себе, все четко будет. Как ты реагировал, знаешь, на историю Шавхала и Персова? Ты сейчас сказал, много очень таких было историй, связанных с Чурчаевым. Я не знаю, думал ли ты, что они в итоге подерутся? И вообще, как воспринимал эти движения непосредственно в день поединка? Я ехал в поезде в день поединка и турнир не смотрел, потом вот это заверусившее видео, ты не приехал, я приехал, ты этот. Я смотрел с приколом, как будто это брестлинг, знаешь, какой-то американский, когда сейчас, наверное, Шавхал такой покурный, здоровый, они там орут в микрофон. Но, как бы, смотрелось забавно, знаешь, там, элемент шоу. Я не брал судить кого-то, потому что я не находился в этой ситуации, ни рядом с одним, ни рядом с другим, да. Я знаю то, что сторона Шавхала могла там неправильно воспринять, да, и какие-то там свои игры, да, вести в медиаплане. Я знаю, что промоушены не всегда показывают именно то, что происходит на самом деле. Поэтому тут моя ситуация была, и я, знаешь, как-то объективно в чью-то сторону не мог быть. Но сейчас, по исходам времени, я так понимаю, что если там брат Шавхала извинялся, вроде, да, как перед лигой, я не видел конкретное видео, но я видел доголовки, типа, что он извинился перед лигой. Если там Шавхал, как бы, готов там возместить, возместить аванс, который они ему сдавали. Поэтому, ну, получается, что Шавхала сторона приняла такое решение. Вот на конференции я у него спросил по этому поводу. Он сказал, что там, типа, ну, меня просто не пустили, мне сказали, хватит собрался, у нас уже подписанный контракт, осталось в этом, типа, мне тут делать нечего. Ну, если мне тут делать нечего, я в зал ушел. Не знаю, нужно разбираться, нужно в другую сторону слушать. Как бы, ну, мне нету для этого времени и дела. Я вижу то, что у меня перед глазами сейчас, и на это настраиваюсь. Ну, вот, и интересно, да, учитывая просто ту ситуацию, хотел ли ты, может быть, получить какие-то гарантии для себя письменные, что бой состоится? То есть прописать, ну, какой-нибудь там штраф для команды Шавхала, неустойку или вот типа того, знаешь, чтобы себя обезопасить? Хорошая идея на самом деле, но я такой возможности не воспользовался, я все-таки как-то на порядочность надеюсь. Как бы стороны организации-то понятно, но я думаю, что Шавхалу ему просто некуда начать вздеваться, ему надо только драться. И сейчас он еще раз упадет, и вообще прекратит кто-то, ну, какие-то дела обезти. Кому будет интересно, и так-то это просто там, и организация собирает, и уже видео там просмотрят, софердауна мне набирают. Вот я один в своем ампулах больше набираю просмотров, нежели там сейчас с Шавхалом, да, там какие-то смешные цифры. И как-то, ну, видно, что аудитория прям серьезно настроена, знаешь, с таким пренебрежением к нему. Как бы, ну, в любом случае, вчерашний хейтер, это сегодняшний твой подписчик, и единственное, чем он может закрыть твердый сейчас, это с высоким классом своих бойцовских навыков. Если он сейчас начнет там, молча там, всех просто перебирать, да, там, то, как бы, скажут, ну, вот, реально были какие-то проблемы, да, и когда аудитория будет снисходительнее к нему после всего этого относиться. Ну, а на данный момент у него очень патовое положение, при котором он, ну, либо он себя закопает, либо он как-то попытается выровнять. Вот ты уже отметил, да, что, в принципе, видел, когда видел вот то видео Шовхала и Анатолия Сульянова, что Шовхал таким здоровым смотрелся, а сейчас вот ты его последние разы, ну, увидел его визуально, там, не знаю, как-то прочувствовать. Поддулся, поддулся конкретно, но такого не было, там, веночки такой не было, все, ты видел, как он там был, например, огромный монстр, сейчас попроще, как его, встал, видишь, и уже веса попроще, называй, 82-80. Ну, я сомневаюсь, я думаю, килограмм 87 весит. Вообще, твоя история с Шовхалом, она началась еще, там, по-моему, год назад, если даже не больше, когда были качели, что и к тебе в отель приезжали, и что-то там спросить пытались, а ты готов, что вот сейчас перед боем что-то подобное начнется, или вот это все осталось уже тогда, там, вопросы уже закрыты были? Нет, нет, вообще, с их стороной вопросы были урегулированы, ну, во всех аспектах, как бы, сейчас, кроме спортивного интереса, ну, ничего нас не может сталкивать. Как бы, все уже друг друга знаем, ну, не скажу, что мы там станем друзьями, но при этом, какой-то, знаешь, субординация вообще не установлена, и каждый занимается своим делом. Ну, вот тогда, знаешь, как я понял, причиной такого последующего конфликта стало твое выражение. Вот профессиональный конкретно, три по пять, но я вообще его не вижу, для меня он котенок, мне кажется, будет, которого я затаскаю. Да, да, да. Придерживаешься ли ты до сих пор вот подобного мнения? А мне придерживаюсь, не придерживаюсь, надо, все ясно будет. Как бы я не хотел бы этого придерживаться или хотел бы этого придерживаться, это ничего не значит, потому что у нас через месяц бой, и я там уже в октагоне будет суть, видно, получится у меня так, или, ну, как бы не получится, там, вы уже сами выводы делаете. Ну, понятно, что котенок, это было как трешток сказано, да, что таскаю, как котенка, ну, потому что он тоже там мешки-не-мешки говорил на пацанов, тоже на спортсмена, на Умара Касиева, там, на всех, знаешь, как-то так, при пренебрежении, все ради, ты тут вообще думал, ты говоришь на пацанов, которые прудятся мешки-не-мешки. Поэтому, ну, и, как бы, явно, что он растет, он тренируется, там, в лучших залах мира, да, там, в компании, там, как его зовут, это, чеченский боец. В Таиланде? Хамзат Чимаев? Хамзат Чимаев, да, они дружат, там, ну, они вместе тренируются, понятно, что это не тот шептал, который два года назад, там, когда я принял два года назад, я более чем уверен, я уверен, и доверял. Ну, я его затаскаю, ну, верите в это или нет, ну, и, в принципе, он и бои показывал такие, его там где-то подзатаскивали. А сейчас много воды уже утекло того времени, поэтому тем интерес вышел у меня самого. Ты, как уже и говорили, да, представляешь школу Шторм Александра Шлеменко, и, по сути, вот ты и Мирисадыгов пока, наверное, единственные ребята из этой школы, так или иначе, которые задействованы в, там, поп-ммай в боях на Ютубе. А чтобы зайти вот в эту нишу, пришлось ли тебе как-то согласовывать это с руководством Шторма, самим Александром? То есть мы же знаем, например, что в некоторых профкомандах так не очень относятся к этому явлению, типа, там, в зале Хабиба вроде бы не очень, там, приветствуют, чтобы люди выступали на Ютубе. У Федора тоже мы этого не замечали. Как это происходит в школе Шлеменко? Да, наоборот, слушай, я всегда слышал, даже когда еще не дрался, я слышал такую вещь от Сани, типа, ну, кто-то из пацанов мне передавал, я отлично от Сани не слышал, типа, а чего вы, типа, не рассматриваете, по-моему, говорит, что там, медиа нормально дают, типа, уровень все равно попроще. По-начинающие пацаны, говорит, гадуйте, рассматривайте новые площадки, почему нет, типа, что вот сижу вот на кого-то смотреть, там, просто вы сами себя нормально там ведите, на вот эту вот грязь не ведитесь, ну, и, а что нет, а вот я прикинь, я бы был бы, ну, сейчас попробую лиги, там, пацаны в профлигах дерутся, их там до сих пор не узнают, они чемпионы каких-то организаций, их там не подходит, не фотографируются, но они просто есть и есть, а здесь я там подрался, меня подраскрыли как личность. Я после первого боя, вот я провел один бой, и одна конференция была, и вот второй бой прошел, но еще второй бой не вышел, вот один бой, и одна конференция вышла в YouTube, я уже там ездил по стране, меня уже подходили люди, со мной фотографировались, со мной знакомились, меня уже узнавали, сейчас меня уже узнают в Москве, ну, для меня это большой показатель, Москва такой город сумасшедший, ну, масштабный, что, типа, когда там кто-то тебя узнает, ну, типа, значит, кто-то действительно, знаешь, там, смотрит, значит, как-то это работает, Ну, вот всех городах, каких бы я ни приезжал, особенно сейчас, есть люди, кто меня узнают, с кем фотографируюсь, с кем знакомлюсь, с кем общаюсь, мне очень приятно, а вот, ну, если бы я по пропам дрался, ну, что-то, сомнительно, ну, не знаю, другой путь совершенно, меня такой путь больше устраивает. И сам Александр Павлович мне предложил подраться в гран-при нашего дела, я случайно проходил мимо его, он говорит, вот, 7-8 килограмм, там, 2 недели будешь драться? Я говорю, да, давайте будем, попробую. И все, первый бы выиграл, второй, третий, в финале проиграл, ну, и вот, собственно, я перед вами. А я вот как раз, да, я хотел спросить, как ты, в принципе, оказался в лиге «Наше дело», по сути, да, вот, Александр Шлеменко тебя и, ну, так сказать, подтолкнул. Он по телефону разговаривал, я шел после тренировки на весы, после весов, раз, что-то присел, и он, ты же, ты, 78, 93 килограмма требуют на бойцы, и это вот так-то так. А я уже, ну, понимал, я не смотрел, по-моему, но примерно понимал, куда это движется. Ну, и мне нравилось это всякое телевизионное шоу, да, шумиха, вот это вот, конференции, диваны, и все, и все, ну, и смело залетел. Слава Богу, все получается пока. Ну, вот сейчас со школой Александра Шлеменко связаны в том числе и такие громкие истории с чуть-чуть, наверное, негативным оттенком. Есть же вопрос такой, что, например, Александр не сделал, то есть, да, имея такие возможности, как у него, такой авторитет и такую школу, ну, я бы, ну, это опять же, наверное, развил ее в миллион раз лучше. Знаю, это его личные выборы, вы сами видели, что Андрей Корешков сколько раз проиграл бои, все, такой пацан талантливый, просто испортил его. Это вот они, результаты все его. Ну, какой он тренер, ну, для начинающих. А на тебя как-то вот тоже, как на представителя школы Шторм, повлияли как-то услышанные слова? Ваня, с Алексеем, в общем-то, у нас отдельная история, конечно, интересная и поменение послушает по всем поводам. Но вот Ваня Штуркова видео посмотрел, и правильно он сказал, что кому-то подходит это, кому-то не подходит. Кто-то показывает результат, проводя, да, что мы имеем? Мы имеем результат, да, вот можем там, 5-5 лет прошло, как они разошлись. Просто сейчас можно обратиться к результатам, которые там команда, да, например. Ну, ребята как бы распались, им дали всем возможности, но кто-то там каких-то больших результатов тоже не достиг. Ну, а ребята там Шторм как минимум, как минимум, захоронили свои позиции. Ну, выступают хорошо, с переменным успехом, как и все. Ну, нет такого, что там какое-то доминирование над каждым там клубом. Ну, и все равно турниры какие классные проходят у нас. Вот Ваня Штурков интересная вещь, знаешь, сказал. Типа, если бы у меня были бы такие возможности, как у Александра, типа школу, я бы в миллион в раз лучше развил, я бы карьеру в миллион в раз лучше развил. У Ваня Штуркова вот так я просто, ну, это что, да, Петя Ян под боком, который с медийным, он же является, Ваня, вице-президентом, да, команды РМК все в целом. Ну, и Ахагил Михаил, Петя Ян, РМК, Алтушкин, все сколько. Разверьте хотя бы свою школу одну, чтобы она была на уровне шторма, да. Ну, чтобы хотя бы команду, чтобы слушали, да, вот так вот, понятно, что Петя Ян, звезд привлеченных привлекли, как бы, ну, новых пацанов, простите, как бы, ну, просто в споре, да, знаешь, рождается прогресс. Когда все прогрессируют, это же, ну, лучше для общего, да, получается, для пацанов, для всех. Притиковать кого-то, там, карьеру лучше. Да развей лучше свою карьеру, воспитай хотя бы одного мастера спорта, да, и потом уже, как бы, с этой колокольней, там, воспитай чемпиона Беллатора, и потом с этой колокольней, смотри, Саш, я воспитал чемпиона UFC, и вот ты в этих, в этих моментах, ты не прав, потому что вот у меня есть результат, больше, чем у тебя, или равный твоему, да, ну, тогда можно, конечно, компетентно разговаривать, но когда ты просто где-то, понятно, что там, книжек начитался, как бы, ну, ты развиваешься, молодец, все, но тут-то где, факты, понимаешь, развей что-то, покажи, что ты действительно можешь, да, РМК, пусть кто-то под имя РМК, под ваше имя, под свое имя, сделает школу, там, филиал какой-то, да, развивайте, там, Урал, там, еще там, у вас же есть возможность, у вас возможности не меньше, чем Александру Шлеменко. Александру Шлеменко же имя не на Новый год подарили, и не, там, не в лотерею он же его выиграл, это свой труд, это своя позиция, это свои комментарии, это куча много проделанной работы, которая проделывалась годами, ну, стаканивалась годами, и тут, знаешь, под сомнением оставить человека, знаешь, его достижения, либо достижения его учеников, это, как минимум, некорректно. Такой чуть импульс до этому всему дал Алексей Кунченко, он ушел из шторма, да, уже лет пять назад, тебе тогда было, там, 22-23 года, а вы тогда вообще успели, ну, не знаю, застать друг друга? Нет, Кунченко с Алексеем мы познакомились в прошлом году на сборах, и наша дружба, на том, что, закрепилась тем, что я сломал ему ногу. Неправильно подошел к этому, как дикарь накинулся на меня, начал уже тянуть и сломал мне ногу. И как раз у нас должен был бой быть с Шамилем Усэем. Все, и из этого перелома пришлось мне три месяца восстанавливаться. Поэтому этот человек, так или иначе, начал всплывать в моей жизни, и тем более, ну, и сейчас эти комментарии дает, как бы, ну, нет, я с ним никогда не виделся, вот последний год я с ним увиделся. А сломал ногу это во время спарринга было? Это во время борьбы было, да, он приехал чуть позже. Я очень переживал по этому поводу, знаешь, ну, прям подзагрузился, как бы, я понимаю, у него пять, знаешь, замечательных детей у Алексея, приятно за ними наблюдать, знаешь, такие ребята, все перепюши такие, и я понимал, что, ну, насталка без боя, как бы, человек, ну, я прям переживал, мне прям, знаешь, каждый раз я его видел, мне было тяжело. Это когда ты ногу, остановил? Да, 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 я думаю, ну, капец, типа, человек все восстанавливал, так, так, все, потом, как бы, проходит время, это, смотрю, восстановился, молодец, ну, и потом я показываю, что это, это, показываю, там, видео скинули, где он там, раз там, мог выразиться в мой адрес, знаешь, пренебрежительно, там, ну, да, молодой, ну, да, пренебрег, да, знаешь, и то я сделал такой прием, не самый, там, грязный, не какая-то, не мельница, ничего, ну, просто в бокс кидал, просто резко сделал, и у него нога осталась там, и она жестко прокрустела, но я резко делал, реально резко делал, старался, у него нога, ну, туши из миллионов приемов, которых я таким завалом делал, вот Алексей единственный оказался в такой ситуации, знаешь, ну, может, не я, там, не грубый, а может, он просто в трубке оказался, тоже как вариант, я рассматриваю, но он прокрустел жестко, понял, и все, я как бы так подзагрузился из-за этого всего, ну, а потом, когда все вот это началось, он пренебрег, там, два, как-то знаешь, и просто там, ребята тоже, когда только он упал, карма, не карма, это для него, это пусть он сам разбирается, ну, в своей жизни, в своих поступках, там, или еще что-то, просто, ну, меня сейчас человек, ну, неприятен, так вижу его ошибки, которые он по жизни совершает, ну, и просто, ну, не хотелось бы с ним вообще как-то, это взаимоотношение иметь, единственное, он зашел карьеру, а я бы хотел бы, и он говорил, там есть вариант по боксу, подраться, вот я бы хотел бы с ним по боксу подраться, либо на RCC, либо на RNTV, что-то такое, что он сейчас, дать старику хайпов, последний, последний путь, и все, пусть хоть на старости лет похайпует. Интересно, да, одна из там главных, наверное, таких, ну, не претензий, но просто, вот, один из недостатков, который отмечали в школе Александра Шеменко, и Алексей Кунченко, об этом напрямую говорил, Иван Штурков, косвенно, скорее. Ему это не нравится, когда ты уезжаешь куда-то на сборы, часто не находишься у них, а где-то находишься в другом месте, может, какая-то у него ревность. Ну, у тебя вот история, я так понял, произошла как раз на сборах, да, с Алексеем Кунченко? Просто он объясняет, типа, вы смотрите, вы на сборы ездите, вы понимаете, для чего вы едете туда. Типа, ставьте задачи себе, которые вы там должны выполнять, да, почему вы туда поехали. Просто, ну, не всегда сборы, тут, например, надо кому-то пацанам помогать, да, мы же все равно коллектив, команда, кому-то пацанам помогать, удобно, время, все. Ну, сколько раз я был на сборах, я всегда попадал, знаешь, тюльку, как бы, я их шарапку два года подряд еду, езжу, и Артему Резникову, я там не удалось мне потренироваться, ну, мы тоже заезжали, как бы, с ребятами на скеплот встретили, ну, все нормально, ко мне претензий не было никогда, ну, и нужно просто грамотно это делать, ну, и объяснять для чего, почему и как. Ну, видишь, я не в команде, как бы, ну, и пацаны, кто-то, я знаю, и в команде есть, там, мы тоже поедем, нормально все, просто объясняешь, говоришь, что там этот процесс, там, меня там не будет, тебя спросили, ты знаешь, почему, там, ну, тебе там, тебе не навредят ли, вообще, ты, как бы, проверенным людям едешь, понимаешь, ты куда едешь, как бы, такие разговоры есть, у Александра Шлеменко большой опыт, на самом деле, и во многих моментах, я к нему прислушивался, когда там, я думал иначе, знаешь, уверен был иначе, а он мне там просто, знаешь, чуть-чуть по другим, другим углом ситуацию объяснял, ну, и типа, я до сих пор солидарен, и какие-то жизненные моменты, уже это от меня не отнять, понял, уже по другим углом смотрит, ставим, ставим, на человека огромнейший опыт, поэтому, ну, пацаны, молодцы, да, все выступают, все красавцы, просто покажите тоже, воспитайте кого-нибудь, организуйте школы, проводите турниры, откройте свои промоушены, сделайте красиво, да, чтобы, ну, в реальном было, знаешь, это на деле, чтобы могли это ощутить все, да, грубо говоря, а ну, пока в России школы меньше, чем у него, ну, больше, чем у него никого нету, так явно промоушен ни у кого не развивает, согласись, семимильными шагами промоушен, играет очень красивое противостояние, и все равно, команда есть, все есть, как бы, все двигаются нормально, всем удачи. А сейчас, кстати, знает, Александр, с кем у тебя ближайший бой, то есть, наверное, же, шума, там, хайпа много будет? Ну, знаю, да, вчера с ним разговаривали по этому поводу, как бы, они помогают мне, все ребята знали, как бы, все отработали, многие работают на меня, там, Алексей Шуркевич, Андрей Хорешков помогает, ну, да, пацаны, все общие, как бы, как обычно, когда у кого-то соревнования, мы все друг другу помогают, ну, надо выигрывать, понимаешь, это много решается в моей профессиональной карьере, это победа, считай, надо, надо, я рекомендую. А как отреагировали, ну, ребята, на вот, на оппоненты именно, что ты дерешься с Черчаевым, да, с человеком, про которого, еще там, неделю-полторы назад говорил, там, весь интернет, ну, весь YouTube точно, значит, там, типа, включались, и вот. Да, и, знаешь, и все улицы, как бы, трубят, знаешь, там, все там спрашивают, такие вопросы дают, ну, там, диванные эксперты, знаешь, один говорит, убежал, ну, комментарии разрывают жестко, комментарии просто, он шокал, абсолютный рекордсмен, он зашквару недели, хард-ньюс, это, такого, никто еще не достигал, там, 4 или 5 недель уже подряд, он просто, там, даже, там, хадис, там, поведение хадиса, были недовольны, да, в нашем деле, я думал, что хадиса поведение переплюнет, шокал, нет, просто, на него льется и льется, этот трейд просто, из бочки, такого даже не видел я, еще, что такое происходило, я знаю, с кем дерусь, нормально, еще нет, давняя история, которая всех привлекает, я тот человек, который реально могу его выиграть, ну, и от этого интереса еще больше, у нас есть история, еще больше интерес, поэтому, набирайтесь попкорном, и усаживайтесь поудобнее, вам, вам зрителям нужно только наблюдать, и все, и надеяться, что я победу. Ну, вот, наверное, да, не все ребята, там, из Шторма, как-то вдавались в историю Шавхала-Чурчаева, ну, в том плане, там, насколько он, там, виноват, не виноват, но все, как бы, видят вот этот эпатаж, то, что периодически происходят, там, какие-то конфликты, драки с его участием, а тебе кто-нибудь уже не предлагал помощь, типа, что, что таких вариантов вообще не рассматриваются, что там кто-то на меня налетит, или еще что-то, как бы, я, все продумано, все на 3-4 шага вперед, как бы, все действия, я говорю, спасибо пацанам, что научили, что такое бывает, я такое с детства не видел, чтобы кто-то, знаешь, там, ворвался в гости, кто-то, там, как к нему там развернулись спиной, на него там прыгнули, там, пытались качнуть с тебя, ну, я уже там, где-то в детском лагере, знаешь, и то даже, так мы не поступали, какие-то конфликты все решались, как минимум, глаз в глаз, а не там со спины-то, знаешь, здесь ты что-то, поэтому, спасибо, что научили в таких ситуациях, но, мы стали умнее, стали сильнее только от этого, не думаю, что кто-то что-то куда-то дернется, но и на каждое действие есть противодействие, уже запланированное в голове, поэтому куда-то все устраивает, ну, что добьется, то что охрана разнимет, или что, если вы хотите конкретно, там, как дуэль, устраивать, там, где-то, либо жизнь, либо смерть, ну, типа, это же другой раз, да, а вот так вот, ну, мне вот эти вот, драки на конференции, я просто в шоке иногда, они вот себя нормально общаются, камеры включаются, они просто, знаешь, там, не пренебрегают, надо шуметь, пау-пау, ты там, тот, ты там, этот, все, встали, кинулся, там, будки поразбивали, прямо на конференцию, знаешь, ну, что им так хорошо, ты это платят, там, миллионы платят за такое, пожалуйста, значит, ну, это их путь, я не знаю, там, это наши родители смотрят, там, в основном, я сейчас буду сидеть, там, там, как-то обсирать, ну, просто не мое воспитание. Как ты себе видишь, вот, ну, сейчас бой с Шовкалом, и что дальше, в идеале для тебя, вот, до, до конца года, условно, это наше дело, это еще что-то? Ну, у меня наше дело, контракт еще остался, сейчас Шовкалом бой проведу, и еще один контракт, один бой по контракту, в общем, два боя у меня осталось. Если наше дело уже сейчас не предложит ничего нового, интересного, да, чтобы могло меня там остановить, то я, наверное, побуду немного свободным агентом, посмотрю, со всех сторон, осмотрю, я же, здесь только дрался в нашем деле, на самом деле, выходить оттуда даже и не хочется, крутая команда, всех знаю, все меня там, любят, обожают, уважают, знаешь, со всеми братьями, грубо говоря, в рабочем плане, да, у меня понимание с командой, идеальное, грубо говоря, все, молодцы, куда-то уходить, это прям, знаешь, как дома, вот пришел, прямо на диван сел, и узнаешь, тут твоя сестра, тут твой брат входит, тут уже тебя все знают, Артем, 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 на самом деле, чувствую себя там, вот, звездой, знаешь, такой, ну, не прям, чтобы я там, вообще, нигде себя не чувствую, но вот именно там чувствую, классно, атмосфера бомбовая, домашняя, все здорово, но, есть такая тема, как рост, нужно расти, нужно развиваться, нужно посмотреть, попробовать, догнать какую-то себя, дону, без комфорта, да, чтобы рост было, то ты приходишь, там уже все, да, то, что самое, если все драться дома, да, ты дома тут дерешься, у тебя тут ты, раз мама приехала, тебя накормила, раз тебе тут, помогли, тебе, знаешь, все там, ты уже, ну, ты у себя дома, тут как, не дерись, тут классно, знаешь, а, нужно по-другому повторить, ну, хотелось бы, не знаю, если предложат хорошую сумму, за которую я останусь, помещу на 3 на 4 боя, там, без проблем, можно разговаривать по деньгам. А если брать Россию, то там, например, хардкор, да, для тебя это тоже, как одна из цел. Хардкор, ну, я не знаю, я не думаю, что я бы принял бы к ним на контракт, бы сейчас такой, знаешь, с радостью, типа, вот, ребята, нет, какие-нибудь индивидуальные бои, можно было бы, как бы, рассмотреть, ну, типа, хардкор молодцы, надо же должное, именно по их работе, как бы, вопросов нет, стадионы, турниры, турниры, там, ну, медиаплощадка, там, просто, бешеного масштаба, как бы, все молодцы, посмотреть себя, там, интересно было бы, тоже там, много ребят, всем всем берется, ой, всем всем, 84, там, прям, полный ростер, как бы, так, ну, не знаю, нужно разговаривать, понимаешь, нужно все продумывать, своей карьере, так уже не получится, не молодые, ну, как бы, я волной сейчас, партнер, заниматься, там, 19 лет, в общем, как бы, на ресурсе все есть, но, посмотрим, понаблюдаем, так, однозначно, куда-то сейчас, знаешь, там, говорить, 100% мне идут, нет, такого нету, сейчас больше опталом, перед носом, дальше будем разговаривать, дальше, как бы, есть момент, что попросить, там, у организации, но, нужно выиграть этот бой, если бой этот выигрывает, все, вы получите, увидите. То есть, у тебя есть уже в голове что-то, что ты приготовил на, после боя, да, если все пройдет, интересную заявку, я тоже, обрадю. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,